Посетителям – забава, хозяевам – нервы, а животным – конкурс красоты. В областном центре прошла первая в этом году международная выставка кошек. На нее съехались участники из 96 городов страны. Представлено более 30 пород. Жюри в течение конкурсных выходных определяло лучших представителей своего вида. Когда определенная порода начинает набирать популярность, соответственно, ее популярность на выставке тоже увеличивается. То есть от года к году сначала были популярны британцы, да, сейчас они, может быть, менее популярны, зато много маякунов, бенгалов тоже в одно время было много. Ну и, конечно же, какой-то процент выставки занимают какие-то очень редкие породы. То есть все равно находятся заводчики, которым интересны именно такие животные, которых нет ни у кого. Эксклюзивным разведением занимается Татьяна Шибаева. Ее специализация – коротколапые кошки. Этот самец по кличке Виктор лучший в своей породе. Десятимесячный котенок очень шустрый. Кажется, он и не замечает, что его лапы значительно короче, чем у сородичей. Я занимаюсь разведением коротконогих вариаций кошек. Это манчкины, минуэты. И сейчас у меня появляется новая порода – это лымбкин. Это разрешенная вариация манчкина и силки крекса – кудрявой кошки, кошки-овечки. То есть это будет кошка на коротких ножках с кудрявой шерстью. На выставке важен внешний вид животного, его характер и манера поведения. Плюс хвостатый должен быть ухоженным, расчесанным и подстриженным. Ну и, конечно, подходить под описание породы. Это бенгальский кот по кличке Хаммер. Внешне он похож на леопарда, зато характер у него совершенно овечий. Порода в стадии становления, поэтому сложно найти такого образцового представителя вида. Смотрим у него животик, вот ставим его на задние лапки, ставим его животик и смотрим, чтобы не было ни одного белого пятнышка. Наличие белого пятна на бенгалы, кроме как его забеленного подбородка, считается дисколлекционным мероприятием таких. Одним из отличительных особенностей бенгалов является необыкновенная текстура шелковой шерсти. Это такой шелк, который вот, ну, знаете, как вот дорогущий-дорогущий натуральный шелк, который хочется гладить и гладить. Самые популярные на выставке мейн-куны. Эти огромные грациозные кошки пользуются невероятной популярностью у горожан. Соломону всего 7 месяцев, а он уже весит 6 килограммов и будет расти еще несколько лет. Темперамент хвостатых совершенно не соответствует их внешнему виду. Они очень кроткие и милые. Каких-то особенностей в уходе, можно сказать, нет. Кушают, как в основном сухой коме в рационе, конечно, потому что данная порода очень крупная костяка, за которым необходимо, соответственно, всегда следить. Туалет, когтеточка, котят уже с месячного возраста к этому приучены. То есть уже в месячном возрасте это все осваивается на отлично. Победители и призеры международной выставки, кроме подарков, статуса и дипломов, получат право на разведение. Стоимость котят кратно возрастет.